Первый после пандемии очный фестиваль науки прошел в РУДН. 8 октября студенты РУДН и 800 школьников отправились в путешествие по многогранному миру науки университета. Два холла, 11 аудиторий, каворкинг. Фестиваль науки захлестнул весь главный корпус. Я сюда пришла для того, чтобы узнать и услышать что-то новое, понять, насколько развита наука в данном университете, потому что для меня это важно для дальнейшего поступления. Женский комитет РУДН дружит с воспитанниками детских домов в селе Лухтонова и Ляхи Владимирской области с 2002 года. Среди традиций программа «В одном автобусе целый мир», которая проходит в октябре. Студенты едут в гости с концертом и мастер-классами, а еще предлагают помощь по хозяйству и привозят вещи, которые нужны детским домам. Сегодняшний день мне очень понравился. У нас были спортивные интересные состязания. Мы показывали экскурсию нашим друзьям. Было очень весело. Разрисовывали футболки для своего друга. Проводили вместе время и радовались счастливым моментом. В РУДН побывала необычная гостья. 17 октября ей исполнилось 100 лет. Она прошла всю Великую Отечественную войну, а в год основания университета пришла работать бухгалтером. Четверть века она отдала университету дружбы народов. 17 лет была главным бухгалтером. Анна Васильевна Лялина. Олицетворение трудолюбия, доблести и верности профессии. Когда вы в последний раз были здесь, в университете? Как в последний раз не было? Это был 1986 год. Вот вас так долго не было. Вы сегодня зашли спустя много лет в университет. Какие ощущения? Это абсолютно, абсолютно такого не было. Такой красоты, такого вот этого... Не было? Не было. Ставшая уже традиционной прямая линия ректора со студентами прошла в РУДН. Олег Ястребов отвечал на вопросы студентов, аспирантов, ординаторов. Как правильно распределить время, чтобы все успеть? О стройке в ГУМ-соце, костюме на Хэллоуин и еще о многом другом в прямом эфире рассказал ректор. Саша напишет, что ему Олечка в другой группе нравится. А Олечка напишет потом, что ему Сашечка не нравится, и она будет переходить в другую группу. Это будет бардак. А бардака я не допущу. На Хэллоуин в каком образе вы пойдете, Олег Александрович? Крафт Дракуана, например, или что-то страшненькое. Я мечтаю, как любой альпинист об Эвересте. Семь молодых ученых, 10 минут на каждое выступление и всего один победитель. 28 октября в РУДН прошел Science Slam. Исследователи университета представили шесть актуальных тем из разных областей науки. Химия и лингвистика, экология и социология, математика и интернет будущего. Слэмеры перевернули представление о научных выступлениях и доказали, что наука – это новый рок-н-ролл. Победительница Science Slam в РУДН – Зарина Холова, студентка второго курса магистратуры Института иностранных языков. Тема моей сегодняшней презентации – это вербальные особенности саркастических комментариев в интернете. Как вы думаете, что такое вербальные? Вербальные. Верб – английское слово, глагол. То есть это что-то, что связано со словом. Это то, что мы говорим. Это наше предложение. Это наша речь. Также существуют невербальные. Невербальные – это несловесные. Это, например, наша мимика. Например, такая. Мультимедийная выставка «Дни регионов Дальнего Востока в Москве-2022» прошла в РУДН. На выставке можно было узнать все о перспективных вакансиях и стажировках на Дальнем Востоке. Отправиться в путешествие по Дальневосточным регионам с помощью технологий дополненной реальности – интерактивной фотозоны. Поучаствовать в большом Дальневосточном квесте и получить возможность выиграть одну из восьми путевок в регионы Дальнего Востока. Все прекрасные ресурсы наших дальних регионов раскрыты меньше, чем на 5-10%. И много есть людей, которые готовы заниматься творчеством, которые готовы работать в креативных индустриях. Но, к сожалению, даже банально получить какое-то профильное специальное образование им довольно трудно. Если мы сможем их поддержать в этом, если мы сможем поддержать всех талантливых мастеров, которые изначально, как самоучки, делают какие-то очень интересные вещи в разных сферах, в разных видах искусства, то это будет потрясающе интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!